каждый может выпустить свои деньги но главный вопрос чем будут подкреплены эти деньги блокчейн и смарт-контракты дали нам возможность выпускать свои цифровые ценности но всех волнует вопрос чем же так цены эти цифровые ценности после появления блокчейна этериум который позволил нам создавать свои токены появилось неформальное разделение на так сказать коины и на так сказать токены и хотя иногда коины называют токенами а токены называют коинами для того чтобы легче было объяснить давайте введем два определения первое определение это коины это внутренняя монета блокчейна которая используется для того чтобы оплачивать комиссию за любые транзакции внутри блокчейна второе определение это токены токены выпускаются на блокчейне они как и коины обладают блокчейном но в отличие от коинов для того чтобы отправить токены комиссию нужно будет платить в коинах грубо говоря у коинов есть свой блокчейн а токены выпускаются на блокчейне при этом коин точно также может быть и токеном например биткоин это коин у него есть свой блокчейн биткоин и внутри блокчейна биткоин все транзакции оплачиваются биткоином но благодаря различным мостам я могу отправить биткоин в сеть этериум и биткоин в сети этериум будет в rapid bitcoin обернутый биткоин и этот биткоин перестает быть коином он становится токеном на сети этериум и для его отправки комиссию надо будет платить не в биткоине а в этериуме то есть платформа этериум в которой есть коин этериум дал нам возможность создавать токены на платформе этериум которые являются токенами и для их переправки с одного адреса на другой нам надо платить комиссию в коине этериум еще интересней выходит с бинанс коин так как существует нативная сеть бинанс где бинанс коин является коином существует сеть бинанс смарт чейн где обернутый бинанс коин является все равно коином так как оплата внутри бинанс смарт чейн все равно производится благодаря обернутому бинанс коин при переправке бинанс коин из нативной сети в Binance Smart Chain, коин все равно остается коином. При этом в нативной сети Binance есть токен BUSD, токен на сети Binance. И при его переправке из нативной сети в Binance в Binance Smart Chain, токен BUSD все равно остается токеном BUSD. Я понимаю, что легко запутаться, поэтому лучше присядем. Появление блокчейнов третьего поколения стирает разницу между коинами и токенами все больше и больше. ABC-модуль дает нам возможность пересылать коины из одной сети в другую сеть. И эти коины всегда становятся токенами в другой сети, но при этом они не перестают быть коинами в своей сети. Например, внутри сети Cosmos Network есть Coin Atom. То есть все транзакции внутри Cosmos Network оплачиваются при помощи коина Atom. Но я могу переслать коин Atom в сеть Persistence, и внутри сети Persistence Atom останется Atom, но будет уже не коином, а токеном. Так как внутри сети Persistence у нас есть Coin XPRT. И все транзакции внутри сети Persistence оплачиваются при помощи коина XPRT. И если я захочу отправить токен Atom из сети Persistence обратно в сеть Cosmos Network, то мне придется заплатить комиссию уже в коинах XPRT. При этом, если я отправлю Coin Persistence в сеть Cosmos Network, то этот Coin Persistence станет токеном Persistence в сети Cosmos Network. И для оплаты транзакций внутри сети Cosmos Network я уже должен буду использовать Coin Atom. Или есть сеть Asmosis. Внутри сети Asmosis существует Coin Osmo. То есть все транзакции внутри сети Asmosis сопровождаются оплатой в Osmo. Но при этом внутри сети Asmosis также есть токен ION. И этот токен ION не является коином. То есть он не используется для того, чтобы оплачивать транзакции внутри сети Asmosis. При этом, если я отправлю Osmo из сети Asmosis в сеть Cosmos Network, я сначала заплачу транзакцию в коине Osmo. И этот коин Osmo будет уже внутри сети Cosmos Network токеном. А если я отправлю токен ION из сети Asmosis в сеть Cosmos Network, то я также заплачу комиссию в коине Osmo. И при этом токен ION как был токеном в сети Asmosis, так он и останется токеном в сети Cosmos Network. При этом, если я обратно отправлю токен Osmo из сети Cosmos Network в сеть Asmosis, я заплачу комиссию в коине Atom. Но сразу как токен Osmo окажется в сети Asmosis, он перестанет быть токеном и станет коином. Но также стоит заметить, что токен ION при пересылке из сети Osmo в сеть Cosmos Network или из сети Cosmos Network в сеть Osmo всегда будет оставаться токеном. Токен, он и в Африке токен. Так откуда же берется ценность коинов и ценность токенов? Ну начнем с того, что коины отображают ценность всей сети. Именно коины используются для оплаты транзакций внутри блокчейна, и именно коины получают майнеры и валидаторы за то, что предоставляют сети безопасность. Ценность токенов заключается в том, что выполняются обязательства по этим токенам. То есть, если токен представляет из себя альтернативу коину, то и его ценность именно в том, что я всегда могу этот токен обратно обменять на коин. Или если за этот токен я должен получить какой-либо сервис, то его ценность в том, что я всегда могу обменять этот токен на этот сервис. Например, как с карточкой в метро. Токен на проходку в метро, карточка, именно ценен тем, что я могу использовать его для прохода в метро. Я не могу использовать какую-то другую карточку для прохода в метро. Мне нужно приобрести именно эту карточку. Но если эта карточка в метро, которая является токеном, не выполняет свои обязательства и не дает мне возможности пройти в метро, то ценность этой карточки ноль. То есть, каждый из нас может создать свои токены на каком-либо блокчейне и пообещать выполнять за эти токены какой-либо сервис. И этим самым он придаст ценность своим токенам. Например, вы можете выпустить токены на свои услуги съемки видео. И вы скажете, я выпустил 100 токенов. И каждый из этих токенов гарантирует один час моей работы видеооператором. Если вы выполняете обязательства по своим токенам и за каждый предоставленный вам токен вы выдаете один час съемки видео, то ваши токены равняются одному часу съемки видео. Но так как существует много видеооператоров и съемка одного видеооператора не эквивалентна съемке другого видеооператора, то можно создать целый рынок токенов на съемку видео. При этом съемка видео может быть так или иначе приравнена к монтажу видео. То есть мы можем торговать токены на съемку видео, к токенам на монтаж видео, и в зависимости от того, что нужно больше, съемка или монтаж, одни токены будут стоить дороже или дешевле относительно друг друга. Но самое интересное, что благодаря рынку таких токенов мы можем приравнивать к друг другу сложно сопоставимые сервисы и услуги. Например, какому-то из художников нужно больше снять видео, а какому-то из видеоредакторов нужно услуги врача, и мы можем так или иначе сопоставить токены на сервис по съемке видео с токенами на услуги врача. Исходя из этого, ценность коинов заключается в ценности сети и в ее функционале, а ценность токенов заключается в исполнении обязательств по этим токенам. Поэтому не бойтесь выпускать свои собственные цифровые ценности. Главное, не забывайте выполнять данные обязательства. А если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Фарклок, чтобы узнать, какие новые коины и какие новые токены появились, оставьте комментарий с названиями тех коинов и тех токенов, которые вам нравятся больше всего, а я пошел выполнять данные мной обязательства. Субтитры создавал DimaTorzok